Здесь можно и спать, кстати. Здесь есть место для приготовления пищи, есть туалет, есть вытяжки, кондиционер, есть газовое отопление. То есть эта машина позволяет от плюс до минус 20 здесь комфортно находиться. О состоянии дорог к краю и качестве придорожного сервиса они планируют рассказать в Государственной Думе. Участники международного автопробега Москва-Владивосток-Токио на один день заглянули в Барнол. В автотур участники отправились вот на таком переделанном доме на колесах Марко Фиот Дуката, но сами пилоты его называют Филькой. Здесь есть все необходимое для дальних путешествий. Правда, в автомобиле становится все меньше места. Жители разных городов дарят автомобилистам подарки. Так, в Новосибирске, к примеру, подарили саженец сибирского кедра, который должен быть высажен в стране восходящего солнца. Финиш тура запланирован на конец сентября. За это время его участники должны проехать около 14 тысяч километров, посетить более 50 городов России и 5 Японии. Экспедицию приурочили году Японии в России и, соответственно, России в Японии. Основная цель путешественников – налаживание дружеских контактов между странами. Автопробег называется «Резервы человечества». Через три года мы планируем совершить кругосветное плавание с этим же лозунгом «Резервы человечества». Поэтому ежегодно мы приняли решение совершать автопробеги по нашей стране именно с этим же лозунгом и с этой миссией.